Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 1 сентября, Православная Церковь совершает память святителя Петерима, епископа Великопермского. Святитель Петерим, епископ Великопермский, был избранный и посвященный Пермскую кафедру после страдальческой кончины святителя Пермского Герасима. До того святитель Петерим в сане Архимандрита настоятельствовал в Чудовом монастыре. Позже он стал известен как составитель канона святителю Алексию, митрополиту Московскому и собиратель сведений о его житии. Прибыв на кафедру, святитель Петерим прежде всего занялся установлением дружественных отношений между зырянами и вагулами. Он рассылал увещательные грамоты и послания, стремясь оградить зырян от грабежа. Однако предводитель вагулов Асыка, пользуясь княжескими раздорами и удаленностью кафедры от столицы, разорял христианские селения и убивал беззащитный народ. Новгородские владельцы земель на реках Выги и Двине, терпевшие убытки от беспрестанного разбоя в 1445 году, пошли против вагулов и взяли Асыку в плен. Коварный язычник клялся в дружественном отношении к Перми и обещал не тревожить более христиан. Отпущенный на свободу Асыка стал выжидать удобного момента, чтобы напасть на Усть-Вым с целью убить святителя Петерима, которому приписывал свое поражение от новгородцев. За это время святитель Петерим дважды был в Москве. В 1447 году для составления соборного послания князю Дмитрию Шемяке, изменившему клятвенным договором, предполагают, что составителем грамоты был святитель Петерим. И в 1448 году при поставлении на московскую митрополию святителя Ионы, воспользовавшись отсутствием святителя, Асыка снова напал на ближайшее к Печоре зырянские поселения, убивая и грабя жителей. Не только зыряне, но и вагулы, кочевавшие по притокам Печоры убедились в истине проповеди святителя Петерима и начали принимать крещение. Озлобленный этим Асыка совершил новое злодеяние. 19 августа 1456 года он убил святителя Петерима, когда тот совершал освящение воды на мысе, образуемом слиянием рек Ваги и Вычегды. Тело святителя оставалось в течение сорока дней в гробе на месте кончины, так как ждали ответ на печальное известие о его представлении. И, несмотря на знойное время, тление не коснулось его. Святитель был погребен в Усть-Вымском кафедральном Благовещенском соборе возле своего предшественника, святителя Герасима. Память представления его была внесена в устав уже в 1522 году, а с 1607 года была установлена общая память 29 января по старому стилю трем великопермским святителям – Герасиму, Петериму и Ионе, преемственно сменившим друг друга на Усть-Вымской кафедре. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников – мучеников Тимофея, Агапия и мученицы Феклы, исповедника Николая Лебедева Пресвитера. Совершается празднование иконе Божией Матери Донская. Празднество установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 году. Всех, кто уносит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезимеництва, а также всех учащих и учащихся с началом нового учебного года. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok